Сейчас камеру надо повернуть, продолжаем, продолжаем. У нас интернет как всегда, то есть я продолжаю выкладывать материал, все прекрасно знают, что мы можем ждать сколько угодно, а вот акрил, к сожалению, ждать не может. Ждать у нас не может, поэтому пока мы тут перезаходили, мы уже почти с самого начала, девочки, ну мы же, вы можете выкладывать материал, так же и гель можете. Где? Да? Багири, привет! Так, девочки, я просто тонко, привет Ирина, просто тонко выложил как бы подложку и теперь я буду выкладывать всю архитектуру нашего, нашего ногтика. Палец не ее. Палец у нас еще одна модель есть. Так. Мы же с вами, мы сейчас смотрим, конечно, на выкладку вы тоже смотрите, но мне важно вам сейчас рассказать правильную архитектуру. Так, продолжаем выкладывать наш материал. Помним, да, что гладим акрил, гладим, гладим, да, Ирочка, стилет, гладим его, гладим, вылизываем. Чем дольше и лучше мы его будем вылизывать и выглаживать, тем меньше мы будем с вами его филить. Ну, вы знаете, это все дело привычки. Да. Все дело привычки, площадь соприкосновения минимальная. Ну, конечно, у нас же экстрим стилет, все-таки можно его чуть-чуть. Так, девочки, как всегда у нас тривиальный вопрос. Какая кисть? Кисть волшебная от Рунейл. Самая дешевая, что ни на есть кисть. Так, акрил у меня от Entity, пудра у меня Natural. Я выполняю небольшие добавки. Нет, Ир, я буду просто под лак, потому что время позднее, с Френчем возиться некогда, поэтому по-быренькому. нет, и без дизайна просто. Выше будет прям совсем в камеру. На акрил, на стилет именно? Так, стилеты у нас, если салонные ногти делаются под лак за полтора часа, салонная длина это крошечные ноготочки, то эти... Девочки, для тех, кто только к нам присоединился. Я об этом вначале рассказывал, что необходимо проверять нашу модель на наличие валиков объемных. У меня у модели необъемные валики, поэтому мне вот эти окошки боковые вырезать было необязательно. так, потихонечку снимаем. Куда? Вот так. Снимаем нашу формочку. Теперь нужно обжать наш материал в зоне стресса. Помним, что материал мы обжимаем подкручивающим вот таким движением, то есть закатывающим. Опять же спрашиваем модели, не больно ли ей? Модель отвечает, что не больно. На всю форму... Ой, Ира, даже у меня пятерка последняя. Да, согласен, девочки. Когда нужно делать красивые ноготочки, нам... Помним, да, что наша модель у нас резиновая рука и... Сейчас мы до всего дойдем. Мне сейчас важно обжать материал. Почему он синий? Девочки, он не синий. Он еще живой. Да, он еще не умер. Девочки, по поводу дави сильнее. Если модели не больно и вы сильно поджимаете, это говорит о том, что вы правильно жмете, в нужном месте жмете. Если модель начинает пищать, а вы только прижали, значит, вы не в том месте поджимаете ноготь. Вот и все. Не больно? Да, нам весело. Очень, очень весело. Модель может пищать, но вообще пусть она просто сидит и широко улыбается, когда ей больно. Да, может покраснеть, посинеть, упасть в обморок. Но главное не вырывать руку из рук мастера. Кто-нибудь из вас участвовал в конкурсах? Пишите мне. Я знаю, что вот Ира у нас, да, и тихо ненавидит мастера. Совершенно верно. Так. Смотрим на наш ноготочек. Сейчас проконтролирую себя, нужно ли мне где-то добавить материал. так. Я осматриваю его на виде сбоку. Так, ручку на бочок, на бочок, на бочок. Смотрим, да, то, что у нас получилась не спадающая форма. Так, по принципу пусть терпит. Ну, вот, о чем я вам и говорю, то, что если вы слегка сжали материал, и у вас модель уже кричит от боли, значит, вы жмете не там. Наша задача, вот я на этом пальце покажу, не вот здесь вжать материал, не вот в этой части ногтя, а вот здесь. То есть, видите, где вот белые пятна появляются? То есть, в линии в роста натурального ногтя. Здесь, конечно, уже больно, а здесь нет. Так, я переверну наш ноготочек, потому что мне нужно залить все-таки кончик материалом. Так, вот здесь как раз будет хорошо видна арка, да, видим высокая достаточно арка. Воняет. Я тебя укушу сейчас, не воняет, а пахнет. Девочки, скажите, пожалуйста, акрил воняет? Ты здесь как? Не ругайся. Сейчас тут целое полчища. Вот, правильно, деньгами пахнет. Воняет какашки в туалете. Акрил пахнет. Я дополняю его внутреннюю часть, да, видите. Просто очень большая тонкость. Я боюсь то, что при опиле мой ноготь не выдержит и сломается. Поэтому я себя контролирую. Так, переворачиваем ручку. Да, вот, видишь, тебе говорят то, что терпи казак, а то мамой станешь. хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так. Начнем наш апил. Начнем апил. Не мотай. Самый не вонючий. Да, модель танцует пальцем. Сейчас я кого-то стукну. Любая классическая акриловая система имеет запах. Если вы перестраховываетесь, лучше залить. Так, я немного отодвину камеру повыше, потому что мне нужно будет сейчас пилить, и я боюсь, что я просто позбиваю камеру. Так, я надеюсь, что видно, да? Итак, мы начинаем пилить. Что, камера опять перевернула? Чтоб ты провалилась. Нормально? Проверяй. Так, начинаем пилить. Вообще, в идеале, лучше включить кондиционер и улажнитель воздуха. Тогда запаха вообще не будет. Мы... Да. Так. В квадрате мы пилим с вами параллельность, да? Здесь мы тоже пилим параллельность наших боковых сторон. Да, модель мужчины. Я же повторяю, ни одной белее сидеть на мальчиках моделировать. Дурной пример заразителем. Здесь мы боковые стороны сводим в одну точку, то есть в кончик. Я надеюсь, вам видно. Не отвалится. Может и отвалится. Сейчас посмотрим. Так, мы опилили форму. Кончик я пока не трогаю. Да, в носу очень удобно ковырять. Теперь я буду опиливать. Так. Сейчас я поправлю боковые стенки до конца уже. Перейду в зоне кутикуль. Вот часть боковых сторон, поверхность. Вот до этого уровня вы можете опиливать любой абразивностью пил. У меня микрометра сейчас с собой нет, чтобы показать толщину. Но чем больше длина, тем толще наш ноготь будет в стрессовой зоне, в зоне апекса. То есть в апексе где-то будет 2 мм, в стрессе 1,5 мм. При обычных салонных ногтях мы помним, да, что у нас максимум 1,5 см. Ну, ниже я в стол не пилить, мне же надо размахиваться. Так, я сейчас опиливаю зону кутикула. Пилкой 180 грит. Сводим материал в этой зоне на нет, чтобы избежать отслоения. Надеюсь, там видно всем, что видно, что пышно. С шарками пилки. Самое важное. Ну и теперь, как всегда, по траектории четверть круга я буду опиливать первую, вторую, третью, четвертую зону. Всегда себя придерживайте вот длину искусственного ногтя, чтобы не было больно модели в первую очередь. Девочки, вот к своему стыду не делаю, потому что... Ну, подождите, сейчас все будет, все будет. Вот. Повернули, нормально. Так, сейчас. Ну, да, в зоне кутикулы вы опиливаете в одну сторону, то есть вы проходите вот таким образом всю кутикулу. Так, сейчас пилим. Третью, четвертую зону. Плотно фиксируйте палец модели, чтобы у вас ноготь не болтался. Чтобы вы не доставляли болезненных ощущений вашей модели. С кончиком ногтя будьте очень, 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 очень осторожны. Потому что он достаточно тонкий и одно неловкое движение. Можете просто его сломать. Сейчас все с вами опилим. И потом я вам покажу уже весь результат нашего ногтя. Ручку на бочок. Так, смотрим. Смотрим, что наше. Ну, буду укорачивать. Ира, ты вообще, когда приедешь за пигментами, я не тебя долго ждать вообще? Я чуть-чуть поправлю вот эту часть. Потому что она не совсем у меня параллельно по продольной арке. Видите, да? Что как бы вот здесь навал есть небольшой. Небольшой навал. Я его опиливаю. Да, Ира, желательно без руля. Ты поняла намек? Уткина, отпишись. Теперь я подпиливаю боковые стороны. Да, должны не стояться. Здесь будьте очень внимательны. Когда вы будете опиливать низ боковых. Видите, что площадь очень маленькая. И мы можем с вами спилить дальнюю боковую стенку. Так, осторожно пилим. Этому пилку я держу не четко параллельно под ноготь. А немного вот таким образом. То есть под углом где-то 45-30 градусов. чтобы просто не смахнуть дальнюю боковую стенку. Так, теперь вторую. Вот здесь будет четко видно, да? Что если вот я перпендикулярно боковой стенке держу пилку. Я буду пилить вот таким образом. Где-то под углом 30-40 градусов. Напоминаю, что будьте осторожны. Что криво? Вот здесь криво? Ну так мы еще не допилили. Не умничай. Осторожно, подбираем, подбираем. Так, теперь я пройдусь пилочкой более меньшего абразива. Чтобы как следует все подобрать. Так, боковые стенки смотрим. Вот такой момент. Смотрите, там где я заливал, у меня пузико вот такое появилось. Вот. Ир, после стилетов ты перестала носить колготки? Или после чего? Или после коньяка? Вот здесь можно уже поставить перпендикулярно пилку. И осторожно подпилить наше пузико, которое у нас там получилось. Потихонечку осторожно пилим. Теперь я эту сторону более мелким абразивом пройдусь. Надеюсь, там видно или я убежал из кадра. Смотрите, то есть я подпиливаю вот таким образом. То есть здесь я уже перпендикулярно держу. Обязательно пальцем контролируйте кончик, потому что материал хрупкий. М-м-м-м, нет. Кстати, Ир, в марте будет в Москве по критериям Невских. Поэтому я вот думаю туда, а в Питер мы в сентябре понесемся. Потому что, как всегда, я не помню, какой мы пили коньяк. Ира, напомни, какой мы пили коньяк. Так, подобрали, да? И этот. Блин, я тоже не помню. Видим, да, что у меня вот в этой зоне есть небольшой. Точно, саргиз. Точно, Ира, саргиз. Кстати, кто любит коньяк, рекомендую. Отличный коньяк. Итак. Мы опилили наш ноготок. Я еще раз пройдусь вот такими движениями размашистыми выровнять поверхность. Дополнительно еще истончить. И по кончику я пройдусь вот совсем-совсем легонечко, чтобы просто подобрать мелкие огрехи. Конечно, такой кончик тонкий, он не носибельный. Потому что, как правило, модель его ломает в первые два часа. Где-то вот так он его обламывает. Но мы же сейчас говорим об экстрим стиле. То есть мы не говорим об салонном стилете. Мы говорим об экстремальном стилете. И каждый мастер должен уметь моделировать экстремальную форму. Если он не умеет моделировать экстремальные ногти, значит он не мастер. Он обязан уметь моделировать экстремальные длины. Пусть это будут стилеты, квадраты, миндали, овалы. Да, кончик должен быть литым. Перевернем ручку. Так, видим наш, что у нас кончик литой. Видим. Вот. Давайте ближе. Вот так видим, да, что он залит. Видим нашу арку. Сейчас я пылюку уберу. Видим нашу арку ногтя, что у нас есть она. Наши боковые стенки. Толщину их мы видим. На виде сбоку. Видим, что у нас апекс на месте. Что у нас линия. Вот если я приложу сейчас к боковой оси пальца. Видите, насколько у нас вниз ушла форма? Видите, да? То есть это не спадающая форма. Мне вот единственное, мне кажется, что вот здесь есть какое-то пузико. Небольшое на кончике. Сейчас я попробую его еще немножечко истончить. Да, вот я, кстати, хотел либо в черный, либо в красный его покрасить, чтобы вы увидели. А, то есть ты хочешь амбре себе еще? Видите, какая у нас модель требовательная. Он еще амбре себе хочет. А вот я не хочу. Доводим до идеала наш ноготочек. Я его шлифую. Здесь будьте осторожны, чтобы у вас шлифовщик не воткнулся. Нет, девочки, я ее залил для того, чтобы вы видите, какая тонкость, чтобы он просто выдержал. Даешь амбре на всю ночь. Ну, после саргиза, да, можно и до утра амбре. Так. Шлифуем. Наш ноктик. Не забудь скинуть Гале фотку. Ради чего? Все, это было. Да, так. Так, что там возле кутику? Без самодеятельности. Так, у нас материал выведен в зоне кутикулы на нет. Так, вот я сейчас вижу, что у меня есть небольшой бугор вот здесь на вал. Сейчас я его поправлю. Да, у нас тут все врачи. Так. Еще раз я проверю в камеру. Отлично. Шлифуем. Замечательно. Так, еще раз. Смотрим. Угу. Так, видим, да, материал у нас везде. Все хорошо. Вот такой. кинопсихолог нарколог так ну что будем покрывать нашу ноготь товарищ модель вы определились цветом что который он показывал так без матов пожалуйста нас люди смотрят образованные а вы тут ругаетесь нормуль что перевернулась опять сейчас девочки все будет так вот или не будут так модераторы нормально там так что будем черный или красный делать красно-черный так красно-черный хорошо говорили очищаем очищаем ноготок все красно-черный уговорили красно-черный так красно-черный что мне для этого нужно будет модель какие у вас ощущения в харю дать невозможно но он играется с пальцем сейчас дитё так кисточку найдем подходящую спокойно нет не сюда что я делаю не хочу и стразы сейчас все будет все как вы хотите мужской цвет охуительный ну как раз сделан черно-красное амбре будет круто ну дни дня 4 он проносит так и пером что-нибудь изобразить нет девочки я вообще сегодня по планам у меня был только только моделирование так я сейчас напишу там и забаню вас всех сразу ну азат сейчас укушу за палец за немоделированный вообще я бы вам рекомендовал ее сделать чтобы вы обжали материал а потом уже сверху начали бы выкладывать сверху начали бы уже выкладывать френч потому что такая длина я боюсь что вы не справитесь с одного шара сразу же выложить так там видно все что я делаю какой то правый сектор давай другой что какой правый сектор черный красный тихо ты сам попросил ангел да теперь сиди у меня не запендривайся ну че вы тут триковор бы сделали триковор вот точно кисть белей то что да девочки кисть белей кисть белей гель красками забыл сказать что гель красками нет это колоночек это колоночек вот она колоночек так я тут еще одну кисть тебе приготовил и 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 а и и и пудрой тоже можно сделать, акриловой пудрой. Кстати, очень хороший, интересный эффект получается. А ну. Кстати, было бы хорошо, кто вот коррекцию сейчас себе миндаля делает, мне хотя бы скинули бы фотку куда-нибудь. Я хочу посмотреть на ваш миндаль. Да, Ира, мы специально купили стаканы для коньяка. Так, даем ручку. Сейчас, сейчас я контакты свои... Так, я надеюсь, там все видно. Так, сейчас, 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 сейчас. Лампа у меня китайская, как я говорю всегда. А, если вас интересуют, какие лучи она у меня выдает, у меня ультрафиолет классический и классический лет. А пиа волосы не отличаются от обратной? Нет, совершенно практически не отличаются. Мы всегда пилим с вами первую, всегда пилим четыре зоны. Что, еще раз? Ну, продублировать, чтобы поплотнее было. гель-краски от Эми. Повторюсь, из старых, пристарых запасах. Так. Так. Я вымешиваю, вытушевываю цвет. Девочки, а вы Настю Лукшу смотрели, форму балерину? Она очень-очень подробно там все рассказала, все очень подробно, приподробно рассказала. Я думаю, мне уже даже сказать по этой теме нечего. Если есть желание, я думаю, что через недельку можно будет сделать трансляцию повторно по форме балерина. Хорошенечко растушевываем цвет. Кладем в лампу. Это хорошо, что есть желание. Сейчас пока... Так, я чуть-чуть попробую вам все-таки показать лампу. Такая вот лампа, вот обычная совершенно китайская лампа. На Мастерах Красоты, по-моему, есть ее трансляция. Опять я камеру перевернул. Какие пылесосы тут не включили? Девочки, пылесос у меня Ультра Тек от Медик Сервиса. Очень классный. Очень мощный. Здесь краска, она добавлена на этот ламп? Нет. Не нужно этого делать. Для перестраховки вы можете перекрыть его бескислотным праймером. Можете перекрыть бескислотным праймером. Можете смочить спонжик. А, дай секундочку. Сейчас я альбом возьму. Альбом. Я альбом. Альбом. Так. Сейчас. Да, работаю с гелем, тоже работаю. Так. Вот, наверное, так будет хорошо видно. Так. Угу. Так. Угу. Так. А тем временем у нас уже ноготочек. Девочки, я сейчас верну. Я сейчас это все верну. Сейчас мне нужно перекрыть ноготь топом. Наш супер гигантский стилет. Я использую топ без липкого слоя. Хорошо. Только мне нужно найти сначала в своих закромах гель. Последний раз я его держал очень давно в руках. Надо немножечко потренироваться. и я выйду. А маслечка тут будет? Будет, конечно. Маслечка тут будет. Сейчас все будет. Как лучше, мама хламбона есть. А вы видите, вы не трескаете? Нет, девочки, ничего не трескается. Войдем в лампу. Так, продолжаем. Да, можно вот, кстати, использовать для перекрытия акриловых ногтей. Мне очень нравится вот данное покрытие. Вот Dance Legend. Это для гель-лаковых систем. Топ. Суперский вообще. Вот. Так. Поближе вот так, наверное, да? Вот суперский. Очень мне нравится. Сейчас еще покажу один топ. Сейчас, если я найду его. Нет, не найду, я вас обманул. Вообще, мы... Супер.